Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами Любовь Мишакова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Их подвиг на веке записан в летопись человеческого мужества. Митинг, посвященный чернобыльской дате. Учащиеся в количестве 570 человек эвакуированы. Учебная эвакуация в третьей школе. Мы ведем детей в клинико-диагностическую лабораторию, в кабинеты УЗИ, в ренеологическое отделение. Профориентационная работа в медсанчасти 135. По пределам государственной золи, вы учите нас. Итоги 22-го турнира подзюдо. А теперь об этих и других событиях подробнее. 24 апреля во многих странах мира отметили Международный день солидарности молодежи. В Смоленске в этот день прошел молодежный форум, посвященный теме общего культурного наследия России и Беларуси. В течение дня обсудили множество актуальных для молодежи вопросов. В том числе и о том, с какими проблемами гуманитарного сотрудничества сталкиваются приграничные регионы России и Беларуси. А 26 апреля еще одна дата. Сегодня исполняется 31 год со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В Десногорске возле памятника жертвам радиационных катастроф состоялся митинг. Все подробности прямо сейчас. Сказать слова благодарности и выразить признательность ликвидаторам к памятному знаку пришли руководства города, представители администрации, общественность, ветераны, школьники и простые жители. Взрыв атомного реактора Чернобыльской атомной электростанции отозвался болью в сердце каждого человека. И с каждым годом мы все больше осознаем настоящие масштабы этой трагедии. Несмотря на пройденные годы, мы будем вечно помнить их подвиг и то, что они сделали для спасения всего мира. В тот страшный апрель 1986 года смоляне первыми откликнулись на призыв чернобыльцев. На ликвидацию последствий аварии отправились пожарные, военнослужащие, врачи, водители, строители и гражданское население. Одним из первых, кто возглавил колонну автотранспорта, идущую на ЧАЭС, был нынешний депутат областной думы Михаил Лосенко. Мы благодарны участникам ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции, которые показали героизм, любовь к своей родине, к своей земле. Рискуя своей жизнью, своим здоровьем, с честью и достоинством выполняли свои долги. И воздадим почести и уважение живым. На данный момент в Десногорске проживают более 400 ликвидаторов. Все они объединены в Чернобыльское братство. Каждый из них помнит эти дни и товарищей, большинство которых уже нет с нами. В завершении митинга память о них почтили минутой молчания и возложили цветы и венки к монументу. А в небо выпустили белые воздушные шары с бумажными голубями. В областном центре в третий раз прошёл международный конкурс инструментального и вокального творчества «Славься Глинка». В этом году конкурс собрал более 300 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Белоруссии. Зал «Филармония» едва вместил всех конкурсантов. Лучшие музыканты получили кубки, медали и дипломы. И ещё один фестиваль-конкурс прошёл в Смоленске. Фестиваль «Смоленская романсиада» был посвящён Году экологии в России. Его тема и музыка природы над землёй звучала. Маленькие и взрослые участники исполняли русские романсы и произведения советских авторов. Учебная эвакуация – это одно из очень важных и ответственных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в образовательном учреждении. Основная цель этих мероприятий заключается в отработке навыков и умений как школьников и персонала школы, так и экстренных служб города. Подробности в нашем сюжете. 19 апреля в Третьей школе Десногорска прозвучала пожарная тревога. По легенде учений, пожар возник в кладовой пищевого блока, а вследствие – сильное задымление, из-за которого был отрезан путь к одному из эвакуационных выходов. О случившемся сообщили в пожарную охрану. Были приняты меры по отключению электропитания и объявлена пожарная тревога. Дети под руководством педагогов быстро и организованно покинули здание школы и построились по классам во дворе учреждения. Учащиеся в количестве 570 человек эвакуированы. Коллектив работников в составе 45 человек тоже все эвакуированы. Помещение школы пустынь. Нас понял. На месте учений сотрудники пожарного гарнизона и других спецведомств города сработали оперативно и грамотно. Сегодняшнее мероприятие прошло на достаточно высоком уровне. Дети были эвакуированы в кратчайшие сроки. Службы города приехали за считанные секунды и условный пожар был ликвидирован. После успешно проведенного учебного мероприятия школьники вернулись в классы, где продолжили занятия. Обучающиеся второй школы нашего города стали победителями областного конкурса детского творчества «Зеркало природы-2017». 19 апреля в Смоленске на станции Юнатов состоялось награждение. Грамоты и подарки получили Александра Бурдова в номинации «Живописи-графика» руководитель Ирина Баглай, Станислав Разганов и Максим Дворецкий в номинации «Видеоматериалы» руководитель Елена Петрова. 21 апреля ветерану Великой Отечественной войны Марии Антоновне Моминой исполнилось 92 года. В этот день ее пришли поздравить представители администрации, предприятия «Элс», общественность и десногорские депутаты. В адрес ветерана звучало много слов благодарности за добросовестное служение Отечеству, а также пожелания здоровья и долголетия. Мария Антоновна с октября 1942 года по июль 44-го воевала в партизанском отряде «Штурм», награждена медалью Жукова. 20 апреля ученики десногорских школ побывали в медсанчасти 135 с экскурсией. Подробности далее. Подобные экскурсии в наше лечебное учреждение стали уже доброй традицией. Они проходят в рамках совместной работы медсанчасти Десногорска и Комитета по образованию. Мы показываем им, как работает медсанчасть изнутри. Мы ведем детей в клинико-диагностическую лабораторию, в кабинеты УЗИ, в рентгенологическое отделение, в кабинеты МРТ, показываем работу врачей о функциональной диагностике. Надо сказать, что за последние три года число детей, поступающих в медицинские вузы, выросло значительно. Школьникам предоставляется возможность познакомиться с работой медиков поближе. В кабинете рентгенологических исследований они смогли узнать особенности и специфику работы со снимками. Большой интерес у подростков вызвала работа клиника-диагностической лаборатории. Ребята не просто увидели оборудование, на котором здесь работают, но и приняли непосредственное участие в лабораторных исследованиях по определению группы крови. В лаборатории электронейромиографии школьники узнали, как при помощи современных технологий оценивают функциональное состояние периферической нервной системы и мышц. Экскурсия ребят впечатлила. Некоторые решили в будущем стать врачами. Я решила поступать в Московский медицинский университет, первый, Сеченовка. Я решила стать врачом, потому что я считаю, что это самая гуманная профессия. Людям всегда нужна будет медицинская помощь, и врачи всегда везде нужны. Помогать людям – это высокая миссия. Я хочу стать, как моя бабушка, потому что она работает в этой больнице, и хочу пойти поездом, помогать людям. Такие уроки профориентации помогают лесногорским школьникам определиться с выбором своей будущей профессии. Неделя без турникетов. Акция с таким названием прошла в Смоленске. В эти дни для школьников и студентов были открыты двери крупных производств и заводов. Акция «Неделя без турникетов» проходит в нашей области второй раз. В этом году в ней принимают участие 10 крупных предприятий и сотни студентов и старшеклассников. 24 апреля пожарный расчет 15-й части тушил горевшую траву на окружной дороге в районе Генина. Огнеборцы считают, что это умышленный поджог и призывают лесногорцев и гостей города не поджигать сухую прошлогоднюю траву, а также напоминают об административной ответственности за данное деяние. И в заключении новости спорта. 22 апреля спортивная школа Десногорска принимала гостей. Здесь проходил 22-й турнир по дзюдо, посвященный памяти талантливого тренера, основателя нашей ДЮСШа Николая Савинича. О том, как он прошел и каковы его итоги, расскажем в нашем сюжете. На открытие турнира участников соревнований приветствовали глава Десногорска Андрей Шубин, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Инна Михайлова. В качестве почетных гостей были приглашены Галина Савинич, вдова Николая Владимировича и его ученики. Мастера спорта, мастера спорта международного класса, чемпионы мира и Европы. Это очень значимое для нашего города событие, которое имеет многолетнюю практику, многолетний опыт. Привлекает к нам спортсменов из многих городов, как России, так и Белоруссии. Ребята борются, показывают свою силу, выносливость и достигают больших успехов. Звание чемпиона турнира в своих весовых категориях оспаривали более 150 участников из городов Москва, Смоленск, Рославль, Ярцево, Печерск, Сафонова, Верхнеднепровский, Демидов, Десногорск, Гомель, Орша. Мы регулярно приезжаем на ваш турнир уже третий год подряд. Очень нравится ваш турнир. Теплый прием, хорошая борьба. И мы приехали сегодня за хорошими эмоциями, за победами прежде всего. На протяжении всего турнира в зале царила дружелюбная, поистине спортивная обстановка. В итоге напряженной, справедливой эмоциональной борьбы десногорские спортсмены в командном первенстве завоевали первое место. А в личном зачете места распределились так. Первое место – Денис Голачев, Денис Яковлев, Александр Виллисов, Евгений Берг, Дмитрий Кирин. Второе место – Александр Зуев, Кирилл Еврасов, Давид Табунидзе, Александр Яковлев, Александр Кротов. Третье место – Андрей Бондарь, Евгений Холодок, Денис Черников, Илья Алхимов, Степан Черемушкин, Егор Чистяков, Дмитрий Гуща. Поздравляем юных спортсменов и коллектив детско-юношеской спортивной школы Десногорска с достойной победой. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – desna.defiz.tv.ru. Благодарю за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok